Франции будет выступать, но не только он, Дэвида Модерга нам только что показали. Спортсмен, представляющий сборную команду Швеции. В синем Биби будет выступать у Йоханнеса Рёрвика, победителя этапа Кубка Мира здесь в Альтурене прошлого сезона. И завтра зелёная майка. Француз Юри Дуприсис Кергумау в красный. Вот как раз здесь в прошлом сезоне был второй, кстати, на одном из этапов Кубка Мира. Ну и ещё один спортсмен, это Джаред Шмидт, канадец, у него жёлтая майка, лидера, одного из лидеров этого этапа Кубка Мира. Итак, смотрим мы с вами сейчас мужской финал, в котором определиться тоже выиграет этот этап Кубка Мира. Возможно порадуются французские болельщики за своего спортсмена, но Юрий Дуприсис Кергума лучше всех стартовал, кстати говоря. Он уже лидер, его там Дэвид Ноберк преследует, но Ноберк сейчас полится с Йоханнесом Рёрвиком. Рёрвик знает, как здесь побеждать. И вот уже Йоханнес выходит вперёд за счёт хорошей верхней части, за счёт того, что лыжи там хорошо у него катят. Мы это видим, и за счёт более правильной аэродинамической посадки Рёрвик, Дуприсис Кергума, Дэвид Ноберк и Джаред Шмидт. Но Шмидт пока, я бы не сказал, что аутсайдером выглядит, да, но у него там борьба с Дэвидом Ноберком продолжается. А вот за первую строчку Рёрвик и Юрий Дуприсис Кергума продолжают тоже сражение. Не сказал бы, что настолько здесь большой припуск у Рёрвика, что он может быть абсолютно спокоен. Дуприсис Кергума, конечно, очень мотивирован. Он дома хочется одержать победу, ой, он падает, он падает и выбивает Йоханнеса Рёрвика, подпевает его. Но даже если Дуприсис Кергума сейчас и выиграет этот хит, я боюсь, что его судьи дисквалифицируют. Его, скорее всего, судьи дисквалифицируют, но Рёрвику-то он совершенно точно эту гонку испортил. Да, финишируют здесь на первой позиции Юрий Дуприсис Кергума, Джаред Шмидт второй, Дэвид Моберг третий. Но мы видим, что Юрий даже не радуется на самом деле. Мне кажется, он всё прекрасно понимает. Он выбил Йоханнеса Рёрвика с трассы, при этом сам на ней остался. Ну, давайте смотреть. Теперь надо ждать, что скажут судьи. Да, здесь всё будет решаться в кулуарах, а не только на трассе. У кулуаров, я имею в виду, сейчас надо ждать судейского решения. С другой стороны, здесь была явная ошибка Юрия Дуприсис Кергума. Давайте смотреть, здесь Рёрвик лидирует. Француз на второй позиции, там Ноберг и Шмидт сражаются друг с другом. Но, скорее всего, Юрий Дуприсис Кергума получит штраф за то, что выбил Йоханнеса Рёрвика. Вот он здесь ошибается, его подбрасывает. И нужно посмотреть, где он здесь. Да, вот здесь он в лыжу, в ноги прямо Рёрвику, того выносит. Ну и, соответственно, для Рёрвика этот заезд завершается досрочно. Но при том, что сам Юрий Дуприсис Кергума пропустил вперёд дальше Ноберга. Боролся он там как раз с Дэвидом. Ну и тут же Арэд Шмидт оказался. Шмидт, кстати говоря, Дэвида, по-моему, прошёл ближе к финишу. И даже Джаред Шмидт больше радовался, нежели Великой Дуприсис Кергума на финише. Рёрвик 1, но финиш стоит. Давайте посмотрим, кто здесь на какой позиции будет классифицирован. Но я думаю, что Джаред Шмидт у нас должен быть победителем этого этапа Кубка Мира. Дэвид Моберг вторым, скорее всего, будет. Но надо дождаться, надо дождаться судейского решения. Так, да, жёлтая карточка за контакт в большом финале. Да, да. Наказывают, наказывают Юрий Дуприсис Кергума. Это значит, что Джаред Шмидт у нас победитель второго этапа Кубка Мира. Дэвид Моберг второй. Вторым здесь будет классифицирован. Йоханнес Рёрвик, который, хоть и не финишировал, но формально он будет третьим теперь. Ну и Юрий Дуприсис Кергума за получен жёлтую карточку. Будет перемещен на последнее место. И он будет только четвёртым классифицирован по итогам сегодняшних соревнований. Вот так. Джаред Шмидт, конечно.